дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю 16 по 22 декабря для знака зодиака лев уважаемые львы напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит и женщинам и тем кто в паре и тем кто одинок надеюсь что каждый из вас для себя найдет важную и полезную информацию но помните о том что расклад общий он не является индивидуальным сколько людей столько судеб если вы видите что по первым двум картам расклада с вами не резонирует та информация которую вы слышите возможно в периоде этой недели расклад просто вам не подходит а подходит другой категории львов но в любом случае я приглашаю вас всех присаживайтесь поудобнее постарайтесь максимально расслабиться также по традиции подумайте о своем желании которое вас волнует на сегодняшний день больше всего либо тот вопрос который вас волнует в отношении своего вопроса не забудьте установить временной срок для того чтобы вы понимали в каком периоде времени ваше желание для вас проиграется или нет та карта которая останется на дне колоды после выкладки всех карт вашего расклада и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет и также мы его рассмотрим как совет в отношении вашего вопроса что вам может помочь или что может вас препятствовать если будет негативная карта также первая карта вашего расклада покажет вас самих в периоде этой недели ваши планы мысли ваше настроение ваши эмоции ваш общий запас энергии и ваши действия первая карта дальше мы посмотрим общий фонд событий всей этой неделе что же войдет в вашу жизнь что будет происходить у наших семейных пар что вы чувствуете в отношении своего партнера или партнерши и что он или она чувствует в отношении вас что происходит в рабочей деловой среде что происходит с финансами на сегодняшний день что ждет вас во внешнем мире и возьмем карту для наших одиноких львов что ждет вас в личной жизни и также эта карта покажет общие события этой недели для вас значимые также возьмем карту которая покажет события завершения этого периода и по традиции возьмем для вас карту совета на что на этой неделе все-таки стоит обратить основное внимание пока в закрытом виде и вы помните карта оставшись на дне колоды является ответом на ваш вопрос да или нет к этой карте мы скоро обязательно дойдем итак начинаем с первой карты вашего расклада здесь для вас выпла карта двоечка пентаклей конечно ваши основные мысли на начало этого периода это мысли о деньгах о финансах о работе о какой-то рутине и суете которая не дает вам покоя изо дня в день это хлопоты которые повторяются и вы как белочка в колесе вот делайте постоянно одно и то же одни и те же задачи одни и те же действия эта карта показывает на какое-то слегка грустное слегка подавленное такое меланхолическое состояние когда вы немножечко погружаетесь в себя возможно это такое состояние когда вы о ком-то либо о чем-то вспоминаете о чем-то сожалеете о чем-то размышляете несмотря на то что эта карта пентаклей у вас очень очень много эмоций и переживаний прежде всего из-за тех ежедневных забот с которыми вы сталкиваетесь каждый день а это говорит о том что есть трудности есть проблемы у многих проблемы прежде всего материального порядка деньги могут быть но их большой недостаток по двоечке пентаклей в этой карте вам нужно уметь пробалансировать да вот между проплатами еще чем-то какими-то ежедневными тратами и вам на все должно хватить также именно в этой колоде по этой карте несмотря на то что в обычном таро двоечка пентаклей говорит о больших коммуникациях и связях в этой колоде значение этой карты остается таким же но тем не менее вы уже как будто бы устали от этих постоянных звонков от этих постоянных одних и тех же разговоров вы устали постоянно что-то контролировать и что-то решать в общем то запаса энергии у вас по этой карте предостаточно но из-за денег и финансов это может быть какая-то грусть и печаль также эта карта говорит о том что у кого-то это как расстояние между вами и каким-то человеком который вам дорог может быть вы по ком-то скучаете по ком-то грустите о ком-то вспоминаете из прошлого может быть даже это человек из вашего настоящего но вы можете быть на расстоянии для кого-то эта карта проиграется и таким образом если говорить о событиях всей этой неделе здесь для вас выпла карта старшего аркана суда старший аркан сразу привлекает к себе внимание и говорит о том что наступило время каких-то важных решительных действий с вашей стороны по этой карте у многих из вас уже накопились какие-то старые проблемы которые вам нужно в периоде этой недели непременно начать решать притом проявлять самим инициативу многие из вас также берут на себя какую-то ответственность зная что какой-то сложный вопрос можете решить именно вы у кого-то по этой карте это какие-то сложные родовые проблемы может быть ваши родственники ваше ближайшее окружение именно на вас в чем-то надеется на то что вы что-то решите кому-то поможете если у кого-то есть болеющие родственники эта карта в том что вы что-то организуете поможете с отличением для кого-то эта карта указывает действительно на какие-то судебные открытые процессы для исключения конечно также для другой категории эта карта говорит о том что сложности есть в казенных домах с какими-то документами и бумагами это могут быть любого рода кредиты любого рода бумаги которые нужно приводить в порядок и делать это будете именно вы но что хорошо по этой карте несмотря на то что трудности есть вам сопутствуют высшие силы и помощь высших сил все-таки вам будет обеспечена давайте посмотрим что происходит в ваших парах для тех кто в паре на ваше чувство выпала карта пажа пентаклей на чувство вашего партнера или партнерши мы видим карту колеса фортуны старший аркан если говорить о том кто доминирует ваших отношениях в паре на сегодня все-таки больше ваш партнер или партнерша он показан или она как человек азартный как человек стремящийся что-то менять в ваших отношениях вносить какие-то новшества какие-то перемены ваш партнер или партнерша вот в этом периоде времени как живая несущаяся энергия которую невозможно остановить и не всегда вам легко контролировать свою партнершу или партнера слишком много движения да если говорить лично о вас по пажу пентаклей вы человек который ценит свою семью вы человек который вкладывается в семейные отношения по пажу пентакли это большая привязанность к вашему супругу к вашему дому к семье к вашим деткам у многих по пажу пентаклей вас очень связывают и объединяют детки конечно ваши основные мысли о детях о заработке о финансовой стабильности в доме о каком-то порядке в доме возможно именно вы пытаетесь организовывать какие-то финансовые процессы от вас исходит стабильность уверенность вера в то что в доме все будет хорошо возможно вы возлагаете какие-то большие надежды на своего партнера или партнершу на его какие-то дороги может быть вы планируете совместные дороги может быть на праздники вы куда-то хотите поехать отдыхать потому что карта колеса фортуны может говорить о дорогах для того чтобы куда-то поехать по пажу пентакли вам нужно сделать вложения по пажу пентакли конечно напряжение с деньгами но нет ничего невозможного да также по колесу фортуны в вашем доме на этой неделе наступают какие-то благотворные перемены по пажу пентакли это также мысли о каких-то подарках о том чтобы что-то отложить накопить и вы готовы для этого потрудиться даже для тех у кого в прошлые периоды были ссоры конфликты в ваших парах и отношениях на этой неделе в общем-то все неплохо также еще возможно вы со своим супругом или супругой обсуждаете какие-то совершенно новые проекты для вас которые могли бы изменить что-то в вашем доме в вашей семье но вы оба понимаете что где-то вы чем-то рискуете и что в это потребуются большие вложения также давайте посмотрим что происходит у наших одиноких львов для вас выпала тоже замечательная карта карта рыцаря пентакли эта карта материальная она также говорит о том что все ваши основные мысли и заботы о деньгах о финансах для кого-то это какие-то рабочие командировки дороги в любом случае вся эта неделя пройдет у вас в движении это касается и мужчин и женщин сидеть на месте вы не будете по этой карте от вас могут исходить какие-то предложения кому-то по работе в особенности если смотрят меня мужчины также и к вам навстречу могут поступать какие-то рабочие предложения которые будут вам интересны и их стоит рассматривать если смотрят меня одинокие женщины вывод эта карта говорит о том что в вашей жизни может быть уже есть мужчина который готов помочь вам финансово не обязательно что это ваш возлюбленный это может быть и кто-то из вашей семьи или какой-то хороший друг но есть лицо в вас заинтересованная по этой карте многих из вас ждут какие-то дороги поездки командировки несмотря на то что вы постоянно находитесь в действии вы успеваете и хорошенько подумать хорошенько все взвесить и проанализировать эта карта людей очень прагматичных вы не привыкли кому-то верить на слово вы любите во всем убедиться и своими руками потрогать и удостовериться что это так а не иначе для тех у кого на сегодняшний день пока нет партнера если смотрят меня дамы вот эта карта предполагает собой то что вашу жизнь в скором времени может войти вот такой мужчина возможно с которым вы каким-то образом будете связаны в рабочей деловой сфере либо при решении каких-то общих финансовых дел может быть вы с ним познакомитесь мужчина достойный мужчина основательный если смотрят меня львы мужчины то не теряйте уверенности в себе вы очень нравитесь дамам особенно то как вы умеете себя преподносить и то как вы умеете зарабатывать поэтому вы можете покорить буквально любое сердце проявляйте инициативу и все у вас будет хорошо что происходит вашей рабочей деловой сфере здесь для вас выпала карта пятерочки жезлов это карта борьбы эта карта огромной конкуренции если вы работаете в коллективе эта карта сплетен интриг шума закулисных игр при том это как могут быть и ваши ближайшие коллеги с которыми вы сотрудничаете также и начальство вышестоящие то есть и там интриги и здесь интриги и все запутано никто никому не друг никто никому не товарищ каждый сам за себя возможно по этой карте кто-то к вам идет с какими-то претензиями если вы работаете самостоятельно на себя эта карта показывает конкурентов и не доброжелателей которые сознательно вам могут создавать какие-то помехи по этой карте вы в конфликт какой-то уже втянуты и вам приходится кому-то отвечать в данном периоде времени у вас кем-то могут быть как немножечко неравные силы вы чувствуете что вам не совсем удается справляться с теми людьми которые вас атакуют но главное не падайте духом по пятерочке жезлов вы довольно таки сильный человек и в любой конкурентной борьбе вы выстоите для тех кто до сих пор не работал эта карта говорит о том что сейчас не лучшее время для поиска работы отложите на более благоприятный период у кого-то здесь могут быть еще какие-то моменты по работе связаны с документами какой-то сыр бор из-за каких-то бумаг у кого-то здесь проблемы с деньгами почему потому что на ваши финансовые денежные потоки выпала карта двоечки мечей эта карта говорит о том что то что касается денег что-то находится в конфликте в каких-то спорах выяснениях отношений кто кому должен и сколько раз по этой карте это как какая-то холодная война это напряжение в отношениях с теми людьми с которыми вам приходится взаимодействовать если вы работаете на кого-то зависите от вышестоящего руководства эта карта говорит о каких-то сложных непростых отношениях вы пытаетесь отстаивать свои интересы но вас пытаются переломить да или переломать у кого-то вот эти сложности с финансами они уже по этой карте не один день по кресту это то что происходит давно и то чем вы еще можете сталкиваться то есть проблема у кого-то довольно таки устоявшиеся то что касается денег и здесь однозначно вам кто-то создает какие-то помехи возможно вам мешают зарабатывать возможно вам мешают развиваться также по этой карте это состояние холодной войны вот с теми людьми которые должны вам деньги да то есть вы надеетесь на какой-то заработок конечном итоге вы его не можете получить или для того чтобы вам его получить вам нужно постоянно с кем-то воевать здесь каждый отстаивает свой интерес и то что касается рабочих моментов вот вы как будто бы сам или сама по себе да то есть вам как будто бы на этой неделе и довериться то некому по шестерочке пентаклей во внешнем мире все-таки несмотря ни на что для многих из вас даже для тех кто не работает вообще и для тех у кого финансовые трудности и вы не можете пока откуда-то вытащить свои деньги за проделанную работу шестерочка пентаклей предполагает собой то что деньги все-таки у вас какие-то будут это могут быть деньги из любых различных источников возможно это дополнительный источник доходов для кого-то возможно для кого-то это помощь ваших либо друзей либо родных людей которые вас заинтересованы также эта карта говорит о том что как только у вас появляется какая-то копеечка вы сами тут же кому-то готовы помочь возможно вы занимаетесь какой-то благотворительностью помогаете тем слабее вас также эта карта вас показывает как людей духовных глубоко верующих возможно вы посещаете храмы многие люди вот во внешнем мире ценят все-таки вашу человечность и ваше умение общаться также для кого-то эта карта может показывать какие-то траты во внешнем мире вы помогаете своим родственникам либо еще кому-то во что-то вы может быть просто вкладываетесь может быть за что-то вносите какую-то оплату то есть деньги появляются и тут же вам их нужно как будто бы раздавать да давайте посмотрим завершение этого периода и здесь для вас выпала карта короля мечей эта карта говорит о том что большое влияние на вашу жизнь в конце этого периода будет иметь некий мужчина возможно стихии воздуха это может быть близнецы весы или водолей по гороскопу но не обязательно для кого-то это может быть мужчина из госструктур мужчина при погонах для кого-то это может быть мужчина врач для кого-то это может быть старший мудрый друг который пытается помочь вам решить какой-то сложный вопрос по справедливости человек сложный человек непростой но с ним можно договариваться также если смотрят меня дамы эта карта говорит о том что вам стоит в конце этой недели посотрудничать с таким мужчиной и где-то самой проявлять какие-то мужские лидерские качества для того чтобы решить какие-то сложные вопросы по карте короля мечей вам постоянно нужно думать это холодная мужская логика которую нужно включать несмотря на то что где-то вы кому-то привязывайтесь по шестерочке пентакли проявляете какое-то сострадание и доброту то что касается денег дел и финансов здесь нужно проявлять какую-то жесткость давайте посмотрим карту совета для вас на эту неделю шестерочка мечей замечательная карта эта карта дорог эта карта ожидания результата от какой-то проделанной работы вы из-за чего-то очень нервничайте но поверьте по шестерочке мечей вы непременно скором будущем что-то получите то на что рассчитываете возможно нужно еще немножечко время да то есть может быть это какая-то важная крупная для вас сделка может быть вы ждете каких-то важных сообщений из казенных домов и никаких не можете получить на руки либо вы ждете какие-то бумаги у каждого своя ситуация но эта карта говорит о том что нужно время вы получите то о чем вы думаете для многих эта карта также говорит о том что в прошлом у вас были какие-то поражения касающиеся работы не все удавалось не все были с вами честны и порядочны может быть из-за этого напряжения и в настоящем да и мы видим что действительно здесь есть у вас какая-то борьба но поверьте все-таки желаемая у вас на руках будет и для многих из вас эта карта также говорит о том что вам обязательно нужно совершать какие-то дороги побольше коммуницировать с другими людьми побольше общаться побольше в каких-то делах и вопросах проявлять инициативы и для того чтобы получить хороший результат вам постоянно нужно логически мыслить и анализировать это то что приведет вас к победе для тех кто уже запланировал какие-то дороги эта карта говорит о том что дороги будут успешными и вам обязательно нужно поехать для кого-то это командировки для кого-то дороги могут быть и на дальнее и на близкое расстояние в любом случае это является для вас положительным моментом давайте посмотрим ответ на ваш вопрос ответ на ваш вопрос двоечка чаш по двоечке чаш желаемо вы конечно получите однозначно этом с вами есть кто-то из людей вам преданных это может быть кто-то из вашей семьи либо друг либо подруга человек которому вы очень и очень доверяете может быть человек которого вы знаете много лет либо это ваш возлюбленный или возлюбленная который поможет вам в том вопросе который вы задумали да то есть эта Эта карта предполагает собой совет двух людей в отношении вашего дела. Вам как будто бы с кем-то нужно поговорить по душам, и кто-то вам готов будет помочь. Давайте подытожим весь ваш расклад. В вашем раскладе выпал один старший аркан. Это старший аркан суда. Эта карта говорит о том, что у многих действительно накопились какие-то проблемы и трудности, связанные с конфликтами, спорами, судами, банковскими делами, какими-то сложными родовыми проблемами. У каждого своя проблема. Но в периоде этой недели вам что-то нужно делать, что-то нужно решать, не откладывать на завтра. По этой карте очень многое зависит лично от вас, независимо от того, кто меня смотрит, мужчины или женщины. Поэтому действуйте, не сидите на месте. И по шестерочке мечей, по карте совета, мы видим, что вам постоянно нужно с кем-то взаимодействовать и сотрудничать. Несмотря на то, что на начало этого периода, по двоечке Пентакли, вы находитесь в довольно-таки угнетенном состоянии, из-за того, что какое-то общение вам уже надоело, и финансовые трудности не перестают вас по этой карте волновать. У многих, конечно же, есть какой-то открытый конфликт. Карта Пятерочки Жезла выпала в центре вашего расклада. Эта карта говорит о том, что с кем-то у вас война уже может быть развязана. И для того, чтобы вам не сели на голову, вам нужно оказывать противоборство. Но итоговая карта вашего расклада – это карта Короля мечей. И несмотря на то, что у вас есть какой-то сложный вопрос, он должен разрешиться для вас по справедливости, но с помощью какого-то мужчины. Если смотрят меня мужчины-львы, это ваши собственные, хорошо вымеренные, оточенные действия, которые вам помогут справиться с какой-то проблемой. Вот таким был для вас расклад на эту неделю. Помните о том, что негативные карты – это не приговор, а возможность что-то поменять в своей жизни. Подписывайтесь на мой канал, друзья, кто еще не успел подписаться. А сегодня всем до свидания.